всем привет вы на канале chaplin коллектор и давно мы с вами не открывали куколок of the hook а тем временем у меня они еще под накопились потому что я иногда захожу в фамилию и там попадаются по акции ну фамилии все по акции я имею ввиду что иногда там всплывают еще недостающие мне экземпляры этих кукол у меня на канале есть уже три обзора что кому интересно оставлю внизу плейлист обязательно посмотрите а мы сегодня откроем с вами целых три коробочки и они будут как я и стараюсь обычно сделать из трех разных серий напоминаю что куклы of the hook делится на три под коллекции это концерт это весенняя коллекция и летняя коллекция из весенней коллекции мы откроем сегодня целых двух кукол это дженни и не а ну а из летней и концертный откроем по одной концертную я еще называю рокерской потому что здесь явно девчонки собрались на рок-концерт предлагаю начать с вот этой вот девочки она из летней коллекции сама вы кей и это у нас бруклин напоминаю для тех кто не в курсе что куколки of the hook выпущены компании спин мастер они уже не выпускаются и выпущены их всего 32 штуки одна из которых с большим сетом с одеждой у меня его пока нет но зато у меня есть некоторые другие которые мы еще с вами не открывали вот эти четыре и еще на полтора выпуска точно хватит так что пишите в комментариях кто хочет еще обзор на эти куколки основная концепция этих девчонок в том что это конструктор они разбираются то есть это отдельно ботиночки отдельно юбка ножки либо штанишки отдельно кофточка отдельно голова и отдельно парик у этих кукол три коллекции и шесть персонажей сегодня мы откроем с вами четыре персонажа из шести но каждый из персонажей выпущен где-то в пяти шести вариантах на каждой коробочке есть вот такая вот вешалка которая символизирует собственно то что этих кукол можно переодевать и также символизирует тот самый крючок который делает отсылку к названию на вешалке кстати есть название of the hook эти вешалки бывают трех цветов то есть у каждой коллекции свой цвет вешалки у летних это голубой у весенних розовый и у концертной рокерской серии фиолетовый чтобы достать куклу я воспользуюсь канцелярским ножом потому что здесь они заклеены на скотч но и раз я сказала про фамилию то цена на коробочку с одной куклы у них 499 рублей плюс по понедельник вообще скидка семь процентов так что можно достаточно выгодно их там покупать если их найдете потому что их завозят туда редко но я всех своих девчонок купила именно там есть смысл поохотиться открываем сверху коробочку и здесь у нас попадается первый сюрпризик каждый девчонки которая отдельная предлагается дополнительный аутфит то есть вверх и ножки как бы с юбочкой а девчонкам которые в сети из двух куколок там уже попадаются аксессуары это обувь очки сумочки и так далее здесь у нас вот такой вот пакетик но мы его откроем чуть позже и надо достать теперь куколку насколько я помню надо было ее открыть с двух сторон чтобы достать но давайте попробуем не получается давно их не открывала но надо было открыть их с двух сторон тогда они легко вытаскиваются открываем снизу здесь у нас выпадают чек-лист инструкция как собирать куколку но дело в том что там есть спойлер какая одежда нам попадется но и вот такая вот карточка технической поддержкой так понимаю спин мастер кстати сейчас у спин мастера вышел новый бренд как-то называется связано с зомби сейчас ставлю картинку и скорее всего я тоже буду собирать если к нам завезут в общем вот такие вот пакетики и давайте достанем наконец-таки саму куклу таким образом выглядит коробочка внутри им собственно кроме куклы здесь ничего нет то есть кроме вот этой вот части там ничего не прячется это просто картинки которые нам не интересны теперь давайте достанем куколку разрежем вот эти вот ручки и вытащим девочку опа так все достали здесь нам больше ничего не надо сначала хочу вам показать чек-лист чтобы вы понимали что куда и откуда в общем вот они все шесть персонажей нарисованы их имена и также все три коллекции дальше но это как бы условное обозначение дальше идет разбивка по персонажам это вивьен ноа дженни бруклин алекс и мила у каждой девочки есть пометка то есть для галочки и также обозначенная какая девочка из какой коллекции наша девочка бруклин видите рисована в длинной юбке хотя юбка у нее короткая чек-листе есть небольшие ошибки я не раз и встречала и также нарисована что она из коллекции самого кей из этой коллекции всего две девочки бруклин у меня кстати обе есть так что мы их обязательно сравним также у меня есть еще вот такая вот весенняя бруклин у многих девчонок пересекаются аксессуары по цвету самая редкая пока для меня алексис у меня одна распакованная и 2 есть в коробочке остальных у меня девчонок мне кажется побольше по 4 штучки с обратной стороны есть перечень всех деталей которые нам попадаются как на куклах так и в сюрпризах то есть можно тоже отмечать какие детали у вас есть также парики но парики как бы попадаются только на самих куклах сюрпризах они не попадаются ну и нарисовано что можно девчонок этих переодевать разными способами нужно только обращать внимание на скинтон потому что скинтон у девочек разный там где ручки можно комбинировать только внутри персонажа ну либо надо искать такие детальки например у некоторых ножек где они в колготочках и там уже не видно скинтон можно эти детали надеть любому персонажу но ботиночки соответственно можно надевать любому точно так же как и аксессуар и в принципе парики девочка которую мы достали с вами сегодня я уже надела ей аксессуар как это положено единственный недостаток этих девчонок я считаю что у них спрятаны ушки и очки как часто попадающийся аксессуар нельзя надеть именно на лицо то есть если только снять парик и зацепить его за ушки есть несколько причесок которые предполагают что можно надеть очки но их очень мало и еще иногда у них сваливаются ботинки такое тоже бывает значит конструктор вот такая вот повязка она с блестками таких повязок у меня уже три я сейчас буду сразу показывать вам аксессуары просто они разного цвета три абсолютно одинаковые по форме повязки но разного цвета как я и говорил аксессуары повторяются также вот такая вот кофточка у этой девочки зеленый скинтон как она разбирается тоже покажу также юбочка которая на чек-листе нарисована длинный на самом деле она такая вот не очень длинная и снизу нас прячутся шорты мы тоже на них посмотрим также идут под шортами эти колготочки и вот такие вот туфельки которые тоже видите с частью колготочек можно использовать эту деталь как будто бы это носочки но в данном случае это колготки и они прячутся под туфли таких колготок у меня тоже три вида то есть и колготки но тут правда юбки разные везде но ботинки по форме одинаковые но раскрашены по-разному и вот такие вот еще из дополнительного комплекта то есть из сюрприза к двум девочкам такие вот блестящие то есть эти форма у них абсолютно одинаковая только по-разному раскрашена и вот тут вот прозрачная тоже подошва кстати это как раз таки еще одна бруклин и как раз таки тоже летние у нее есть еще аксессуар на голову сейчас я его тоже найду он упал в коробочку и можно им тоже менять и прически между собой соответственно можно менять детали одежды между собой подбирать как вы хотите можно ботиночки менять местами как будто у них колготочки будут контрастного цвета давайте снимем юбочку вот эту вот тканевую посмотрим как она выглядит без нее такой вот крючочек здесь и обратно присоединяем теперь она выглядит совсем по-другому что касается париков как я и говорила видите у них есть ушки и на них можно надеть очки вот возьмем одни очки например и можно на эту куколку надеть очки они мне наверно немножко растянулись потому что я их надевала на голову кукле вот таким образом бы это выглядело но прическа как я и говорила не позволяет этого сделать то есть очки у нас не будут держаться поэтому все аксессуары в основном надеваются на голову как очки ну так например принципе почти любой кукле можно их надеть вот видите очки так и вот такие вот повязки есть еще шапочки другие аксессуары посмотрим что нам сегодня попадется такая вот девчонка и еще у меня есть такая вот весенние бруклин прически у них у всех ну достаточно разные потому что у новой вообще волнистые волосы и прокраска другая у двух первых одинаковый молд прически но разная раскраска соответственно можно менять эти прически между собой и можно надеть принципе любой другой куколки потому что тут не видно какая кожа у нее то есть если тут она прокрашена как бы это подсказка какого цвета должны быть у нее волосы но если я надену ей любую другую прическу напустим такой вот то ничего страшного не случится будет у нас абсолютно другой персонаж как вам нравится только скинтон поменять нельзя и если я надену сюда кофточку от другой куклы если я голову меняю да допустим то будет смотреться не очень если я эту голову надену на другое тело то выглядеть будет достаточно странно все остальное по моему здорово я сейчас вспоминала как они хорошо стоят или нет но в общем они стоят но они достаточно подучи у каждой девочки есть в ботиночках вот такие вот отверстия для неизвестной подставки к сожалению подставок по моему для них никаких не выпущено и не придумано хотя хотелось бы подвижность у них есть такой вот шарнирчик талии то есть они немножко двигаются ну посадить их конечно же нельзя но вот так вот подвигать немножко можно и также шейный по моему ну чуть-чуть можно голову покрутить вот так вот вперед назад чтобы красиво поставить ее на полочку но конечно это не кукла это фигурки которые конструкторы которые может наставить на полочку типа lego friends но их посадить нельзя получается даже менее функциональный но очень красивые к сожалению ножки у них вот какой позе есть такое и замерли никак нельзя их подвигать давайте посмотрим какой же дополнительный комплект к ней прилагается и переоденем ее для этого мы возьмем первый наш пакетик разрежем его и узнаем что нам попалось ого смотрите кого классный топик она нам показывает пис кстати вот на эти ручки можно еще и сумочки вешать если ручки сделаны вот таким вот образом только если на резиночку их привязывать но если стоять на полочке куколка будет можно и на резиночку такая вот полосатая кофточка очень симпатичная конечно же наряды у них не рандомные а как бы предназначены для определенной куклы то есть закладка у них стандартная очень красивая все хорошо прокрашен такой бюст у нее симпатичные полосочки в общем очень симпатичная девочка лямочки браслетики здорово ну и конечно же тут видно кожу и поэтому другой девочки этот наряд не надеть и второй пакетик ну точнее не наряд а именно верх потому что низ может оказаться нейтральным нет низ тоже у нас ух ты какой морской тоже с открытыми ножками вот таким вот образом они соединяются они обычно тоже комплектные но можно их и комбинировать с другими топами такой вот наряд очень классные в гольфах морской у этих девчонок очень много морских нарядов можно целую морскую коллекцию сделать и давайте наденем его хозяйки а по и вот что получилось смотрите совсем другой вид можно еще поменять и прическу на любую другую и ботиночки можно взять эти можно взять из другого комплекта то есть какие-нибудь другие которые вам нравятся эти сюда не очень подходит согласитесь поэтому давайте возьмем ботиночки из тех что у меня есть без хозяйки я собрала отдельно в коробочку те которые у меня не комплектные но смысле те которые не идут с конкретной девочкой вот такие вот можно надеть ей ботиночки они подходят под белые носочки принципе ничего так смотрится либо есть меня вот такие в морском стиле тоже с белыми носочками тоже с якорями но так слишком много якорей мне кажется не знаю напишите в комментариях какие лучше смотрятся давайте пока оставим эти чтобы не переодевать долго соответственно большое разнообразие как кукол можно перенарядить в этом огромный плюс но если купить повторную куклу то и комплект одежды к ней будет прилагаться тот же самый и помните я говорила про вкладыш который является спойлером вот он тут нарисована кукла которая лежит в коробочке да вот это ее основной наряд плюс дополнительная юбочка которую можно кстати и вот сюда сверху надеть тоже на любую юбочку можно и надеть также парик повязка и вот он дополнительный комплект который является сюрпризом именно поэтому я не показываю эти вкладыши до того как не вскрою сюрпризы и с обратной стороны тоже нарисованы всякие варианты сборки то есть у каждой куклы этот вкладыш индивидуальный это здорово можно их вставить красиво в папочку и будет целая папочка вот с такими вот интересными вкладыши еще осталось у нас с вами две коробочки давайте теперь откроем двойную концертную я оставлю напоследок потому что мне интереснее всего что там попадется это уже девчонки из весенней коллекции смотрите какие они супер блестящие блестящих девчонок в этой серии много и кстати тут тоже ободки но они немножко другого вида тут видите бантик такой также к ним прилагаются четыре коробочки ну точнее два пакета одна круглая коробочка одна прямоугольная и там уже будут аксессуары тут кстати был по моему где-то да есть инструкция на обратной стороне тут как бы нарисованы девчонки а здесь у нас нарисовано какие аксессуары в каких коробочках могут попадаться в пакете будут попадаться сумки как в одном так и в другом в круглой коробочке очки или шляпа а в такой вот прямоугольный здесь попадается обувь я вот эти картинки кстати вырезаю по ним удобно ориентироваться какие куклы у меня есть и вообще они очень симпатичные саму коробочку я выбрасываю а вот эту вот заднюю картинку оставляю как дополнительная карточка с маленьких кстати тоже здесь у нас уже видите розовая вешалка и цена таких коробочек фамилии 999 рублей но бывает чуть дороже как повезет зависит от фамилии вскрываем здесь у нас уже никаких сюрпризных пакетиков нет только чек-лист и спойлер будем так его называть открываем и также здесь еще желтая карточка должна выпасть на снизу там тоже ничего нет ну то есть никаких пакетиков тут нет все сюрпризы у нас находится в контейнерах не просто так я боюсь что у меня сейчас все вывалилась вот такая вот коробочка давайте я переверну если там что-то вывалилась я обратно спрячу и будем рассматривать ничего не вывалилась так давайте картонку я сразу убираю задник остается вот такой вот блистер у меня болталась по коробке сумочка вон там вот она лежит я сюда положила а из этих ничего не вывалилась так что все нормально давайте достанем девчонок разрежем и вроде бы все теперь можно доставать на первое очень блестяще наверное с нее будут сыпаться блестки и 2 бантики я сейчас тоже вытащу так вот и 2 тоже очень блестящие 1 ободок и 2 ободок они одинаковые но отличаются по цвету остаются у нас коробочки я сейчас достану но сначала посмотрим на девчонок начнем с первой девочки я точно не знаю как прочесть ее имя ну давайте будет сдавать но напишите в комментариях кто знает правильно как она читается и чем она меня удивила тем что блестки у нее прямо на юбке круглая то есть у меня есть другие блестящие девчонки но там другие блестки вот например смотрите видите какие мелкие тут блестки а тут прям круглые круглые и даже вот казалось бы до цвет кожи все равно отличается по моему оригинальная одежда но насчет юбки наверно не знаю потому что у них достаточно похожие формы но вот у этой тоже вроде бы похожи она по форме отличается наверняка есть такой же формы юбки давайте с этой сравним мне кажется вот по форме одинаковые до юбки и кстати обратите внимание что молд верха тоже одинаковые и вот не случайно ее до взяла только по-разному раскрашен и украшение наше и браслетики одинаковые и бантики везде одинаковые но правда блестки не очень ровно нанесены можно чуть-чуть их это подковырять чтобы было аккуратнее но молд и юбки одинаковые и молд верха одинаковые забавно у обеих девчонок соответственно наряд одинаковый то есть только отличается по цвету и ботинки точно также отличаются только по цвету отличается прическа и отличается лицо да но по молду они одинаковые у всех лица а вот прическа по молду разные украшения точно такие же таким образом они раскрашены если сравнивать с другими но а то у меня есть только из концертной серии вот такая вот и вот такая вот давайте снимем аксессуары 1 в шляпе другая пачка прически одинаковые и по цвету сильно отличаются то есть прямо на совсем другая совсем весенние да не сравниться у меня их всего три но по крайней мере из распакованных точно остальные надо смотреть еще и что касается дженни то прически у моих дженни только по цвету уже отличаются такая вот и то что я с повязкой вам уже показывала вот три девчонки тоже мне из распакованных теперь прически отличаются по цвету но по цвету отличаются сильно если у но там они еще по форме отличаются то здесь по крайней мере у этих трех по форме не отличаются им точно так же можно переодевать и парики между собой и одежду но надо соблюдать по персонажам чтобы не было разнотона хотя вот ножки можно сослаться что это колготочки как я и говорила ну и давайте посмотрим какие аксессуары нам дополнительно положили к этим девчонкам на каждой сумочке коробочки и так далее наклеен вот такой вот вопросительный знак и очень круто что эти коробочки и сумочки не повторяются по цветам вот у меня есть три коробочки круглые сейчас вам когда буду открывать круглую коробочку покажу что они все отличаются сумочки тоже вот видите у меня вот такая вот есть сумочка такая сумочка они пока не повторяются это здорово каждой сумочке есть бумажка Очень напоминает, как у Лолуэнджи, да, потом сделали. Такие же коробочки с обувью и так далее. Вот такая вот бумажка. И внутри у нас лежит сумочка. Очень классная. У меня такой формы сумочки еще не было. Потому что у них формы тоже часто повторяются. Прорисован помпон. И вообще она хорошо раскрашена. Если взять вот нашу девочку, которую с рукой, да. Тут, правда, волосы немножко мешаются. Чисто теоретически можно вот эту сумку ей сюда повесить. Попробовать, по крайней мере. Но она слишком большая. Так что придется привязывать к руке. То есть вот так вот взять резиночку и привязать. Ну, либо вот так вот повесить. Но, правда, она может свалиться очень быстро. Так что советую воспользоваться резиночками. Первая сумочка мне очень нравится. Классная, кстати, можно использовать и для любых других кукол. Не очень больших, но не для Барби, конечно. А капсул чикс и так далее можно легко использовать. Хотя я надела сумку на вот эту вот девчонку. И, в принципе, более-менее смотрится. Конечно, все равно огромное. Но смотрится из-за того, что волосы не мешаются нормально. Можно пользоваться. Поставим первый аксессуар. И возьмем, давайте, вот эту вот коробочку. Которая, по-моему, выглядит очень шикарно. Про которую я вам уже говорила. И давайте покажу вам все коробочки, которые у меня есть. Их можно использовать для кукольных фотографий. Есть вот прозрачные. Здесь у меня ведь очки лежат. Я в них храню дополнительные аксессуары, обувь и так далее. И эти коробочки не ломаются. Поэтому их можно не бояться открывать. А вот такие вот коробочки. Здесь, видите, вот этот вот шов. И, в общем, я их боюсь лишний раз открывать. Пользуюсь только для фотографий. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Открываем. И тут у нас тоже бумажка. И здесь у нас ободок с таким вот камушком. Такого типа ободка у меня еще не было по форме. Так что это новый аксессуар. Давайте кому-нибудь примерим. Давайте вот этой вот девочке. Кстати, какой-то прям огромный. И вот таким вот образом он сидит. Ну, ничего такой. Конечно, сумочка была симпатичнее. Ну, просто этой девочке он не подходит. Надо выбрать ту девочку, которой он больше подойдет. Возьмем, например, вот такой вот. Мне кажется, ей по цвету. С этой он вообще сваливается. Некоторые аксессуары, да, на каких-то прическах могут сидеть лучше, на каких-то хуже. Ну, вот так вот. Великоват, мне кажется. Великоват немножко. Либо я как-то не так надеваю его. Может быть, он вот... Нет. Таким вот образом. Не знаю, как повязка такая. Ну, в общем, великоват немножко. А вот коробочка шикарная сама по себе. Следующий. Давайте еще один пакетик. В принципе, я видела уже, что тут попадается, потому что она болталась по коробке. Это клатч. Он тоже такой формы у меня еще не было. Он полупрозрачный, с блестками и с бантиком. Можно его также привязать с помощью резиночки любой куколки. Но сами по себе клатчи мне нравятся не очень. То есть, это, не знаю, не очень удобный аксессуар для кукол, потому что нет ручки. И как-то ими пользоваться не очень удобно. Так что я не люблю, когда делают клатчи для кукол. В том числе и у Boxi Girls, там у Capsule Chicks, у кого угодно. Не люблю я такой аксессуар, как клатчи. Ну и последний сюрприз. Это обувь. В обувной коробке она находится. И смотрите прям так. Ой, интрига сохраняется. И здесь у нас серебряные ботиночки. По-моему, точно такой же формы, как и у девчонок, которые мы сейчас открыли. Но вот такие вот серебряные. Прикольные. Даже не знаю, к кому они могут подойти. Ну, не знаю, может быть, нашей морской девочке. Которую мы сегодня открыли с носочками. К дополнительному ее наряду я имею ввиду вот такие вот забавные серебряные башмачки. Возможно, кому-нибудь из рокерш подойдут. Ну, либо давайте примерим вот этим вот девочкам. Смотрите, форма, по-моему, одинаковая. Да, форма точно такая же. И давайте мы их переобуем. Точнее, одну из них. Вот. Ну, они, конечно, ей подходят немножко меньше. И ножки вот такие вот без ботиночек у них. Но с некоторых они сваливаются, а на некоторых прям держатся прям очень-очень хорошо. Так что крепление достаточно надежное. Пока результат распаковки у нас следующий. Я решила не класть отдельно тело без головы, чтобы это не выглядело очень странно. Поэтому наделала голову от другой девочки. Ну, и теперь видно все два наряда, которые нам попалось. Ну, и аксессуары внизу стоят, которые мы тоже с вами только что вытащили. Осталось открыть концертную серию. Давайте приступим к этому. Возьмем ее. Серия концерт, как я и говорила, это моя любимая коллекция. Это Алексис, которая у меня распакованная всего одна. И то блестящая. Теперь у меня рокерша. Причем это, наверное, одна из моих любимых кукол, которая вот часто прям встречается в магазинах. Но купила я ее, по-моему, самый последний. Цена у нее вот такая вот. И давайте открывать. С обратной стороны тоже вот нарисовано, что их можно разбирать. Вот эту вот карточку я тоже обычно вырезаю. Вешалка, как я и говорила, фиолетовая. И достаем. Открываем кукол с двух сторон. Почему-то иначе они у меня, по крайней мере, не вытаскиваются. Ну и, конечно, посмотреть интересно на ее второй рокерский аутфит. Доставим первый пакетик. С обратной стороны достаем чек-лист и второй пакетик. И теперь главное вытянуть куклу. Готово. Такая вот красивая девчонка. Давайте ее освободим. Жалко, что здесь нет никаких подставочек. Вот здесь могли бы спрятать какую-нибудь подставочку. Было бы здорово. И у этой девочки нет дополнительных аксессуаров. Так, ноги еще. То есть на голову ничего не надевается. Готово. Это Алексис. У нее джинсы. Рубашка повязанная. Да, наверное, кофта, да, или рубашка повязанная на талии. Такие вот клепанные ботинки. Джилетка, прическа, оранжевые такие брови. У меня есть вот такая вот Алексис. Похожей прической, но точнее даже прическа-то у них сильно отличается. Они обе короткие, но уложены совершенно по-разному. Плюс у этой, ну, блестки, понятно. А здесь у нас, видите, вишенки такие красивые. Плюс градиент фиолетовый. И, кстати, я нашла такого же молда одежду только для другой девочки. Вот так вот, видите. Они как бы по форме одинаковые. То есть, можно их нарядить на один концерт. Но цвет тела здесь разный. Джинс у меня таких еще нет. Но я посмотрела по чек-листу. Там есть еще одни штанишки другой расцветки. Но мне они пока еще не попадались. И вот такие вот ботиночки. Скорее всего, тоже есть такого молда обувь. Но совсем не в рокерской расцветке. Я сейчас посмотрела среди своих. По-моему, у меня нет такого обуви. Тем более, что тут явно выпуклые пупырки. Вот эти вот шипы. Но не точно. Так что классная девчонка. У нее, кстати, волосы вот тут вот оранжевые. И парик внизу тоже оранжевый. Но несмотря на то, что ушки у нее как бы выскакивают, очки все равно на нее надеть не получится. Классная девочка. Одна из моих любимых, наверное. И давайте посмотрим, какая одежда к ней прилагается. Возьмем первый пакетик. И так, что у нас здесь? О, это у нас шорты, по-моему, такие же, как нам сегодня попадались у вот этой вот девочки. Да, мол, точно такой же. Там, где полосатые шорты. Но шорты здесь зеленые и черные колготки. По идее, под них должны быть такие же ботинки с черными колготками. На такой же расцветке. Хотя можно и розовые взять. Тем более, что у рокеров обычно все яркое. Ну, а молд-шорт точно такой же. Давайте смотреть, что нам положили наверх. И здесь у нас, ух ты, вот такая вот кофта, как будто бы немножко ребра напоминает. Здесь все красиво прокрашено, но вот этой вот девочке точно сумку нельзя дать. Давайте соединим. Вот так вот получилось. Ну, обуви, наверное, подходящей у меня нет. Хотя можно вот с другой рокерши, например, снять. Такие вот ботинки, мне кажется, подойдут сюда. Так, главное их правильно надеть. Во, смотрите, как здорово. Отличные ботинки. Подходит к этому наряду. Не знаю, насколько сюда зеленые шорты подходят. Они какие-то слишком яркие, и хочется вот эти вот кисточки очень сильно раскрасить, как будто они недокрашенные. Давайте нарядим нашу девочку в этот наряд. Пока девчонка находилась за кадром, она успела переодеться в наряд от другой девочки. И вот видно наглядно, что скетон отличается. Но сейчас мы ее нарядим в то, что нам попалось. И, по-моему, смотрите, с учетом ее яркой прически, выглядит даже симпатично. Можно ей ботиночки сюда подобрать розовые, наверное. Лучше подходить, либо желтенькие. Ну, в общем, можно экспериментировать, как вам нравится. Но мне, в принципе, и так нравится, как она выглядит. Можно ее чуть-чуть нагнуть. Вот так вот чуть-чуть ее помацать. И, конечно же, надо придумать какую-нибудь подставку. Мне накидывали всякие идеи в комментариях. Может быть, у вас есть еще что-то. Я имею в виду из готового. Не то, что надо сделать. Да, да, я знаю, что можно там отлить, на 3D принтере напечатать, из полимерной глины слепить. Но я имею в виду, что из готовых вариантов, может быть, вы какие-нибудь знаете лайфхаки. И на этом сегодняшняя распаковка этих девчонок закончена. Мы добавили ко мне в коллекцию еще 4 девочки. Но у меня есть еще несколько наборов. Так что, надеюсь, в ближайшее время я еще кого-нибудь распакую. И если вам понравилось, то посмотрите еще предыдущие обзоры. Мне будет очень приятно. Можете там тоже оставить комментарии. Итог сегодняшней распаковки выглядит таким образом. Я всем дополнительным комплектом надела дополнительные головы. Из Алексис у меня, поскольку была только одна дополнительная голова, поэтому надела блестящую. Но я не скажу, что она плохо смотрится с этим комплектом. Рокерские, с блестящими, можно комбинировать. Плюс можно комбинировать разные детали одежды. В общем, хороший конструктор. Есть несколько недостатков, что они малоподвижные. Были бы они как фигурки My Little Pony. То есть, такие ножки шарнирные получали. Или как капсул чикс хотя бы. Хотя капсул чикс тоже имеет кучу недостатков. Но, в общем, немножко им бы добавить шарнирности. По стилю мне эти девчонки очень нравятся. То, что их комплекты одежды хорошо сочетаются, мне тоже очень нравится. Жалко, что этот бренд закрыт окончательно. Было бы здорово, если бы он перерос в что-то более интересное, более подвижное и что-то более продуманное. Пишите обязательно в комментариях, какая из коллекции вам нравится больше всего. Какой персонаж вам больше всего нравится. Сколько кукол у вас есть из этой коллекции. И хотите ли вы собрать всех. Я, по возможности, пытаюсь собрать всех. Особенно, если встречаю их по хорошей цене. Если вам понравился этот обзор, то обязательно поддерживайте меня лайками. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Ссылки на все мои социальные сети, как обычно, в описании. И до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok